масс по мануальному массажу да и в данном случае проходим мануальный массаж ног со стороны сзади когда человек лежит ливерной частью вниз филе на частью к солнцу значит мы закончили прошлый видеоролик на стопах да на стопах мы делали мануальную правку нужно кости относительно большого пальца закручивали вставляли теперь заходи заходи в кадре появляется иван перендер и уникальный специалист между прочим по массажу стоп и правки как раз вот эти вот всех косточек до плоскостопия и так далее но по поводу плоскостопия не продольного а поперечного до этого здесь тоже должна быть выемка ямочка до проверяем как если у нас мы загибаем пальцы назад небольшой палец и прикасается с мизинцем это значит норму вот тут не хватает миллиметров 5 но тут у него нога больная с этой на воду к администрационным будем работать не нажимая сильно вот как правило это происходит из-за того чтобы пальцы вот этих костей вот они погнута вот туда ну по любым причинам травмы новые вот нам надо их соответственно поставить обратно внутрь смысле вот с этой стороны с внешнего они должны выступать как холмик мостик китайский мостик поэтому нащупываем какой палец торчит у него торчит вот этот безымянный получать палец да вот в него то есть мы растеряли протягивали растягивали потом массируем пальцы . тоже массировались уже подготавливали до растрясали это всю работу проделали теперь мы упираемся в него и заворачиваем стопку там внутрь себя скручиваем лучше делать на сухую из масла который спали да и есть туда в него нога опять под тремым углом находится стопа относительно голенька прямым углом а не легко да это бывает за болезнью закричат ну это потом ровно ходит так вот проверяем ну миллиметр два еще осталось не до конца да но уже есть прогресс есть еще раз напоминаю что у нас нету сама цель обязательно довести до хруста да ну просто разминаем растягиваем все суставы дополнительно не омывается кровью смачиваются таким образом автороза партитов вас не будет вот и теперь поддерживаем верхней фаланги пальцев вверх делать такую песенку большого пальца поиску за композиция против положим пальцем большим придерживаем палец пальчик скучно сегон и сдерживаем сдерживаем повешенную большой пальц сгибаем прям под 90 градусов до его отдельно вот эту часть выдергиваем на себя так теперь мы расшатали свод ну вот эти почки можно расшатывать дополнительно расшатываем место сведения ноги таким образом что одеваем стопу на наших перепонки между большим большим подвернули приподняли расширили саму стопу вверх-вниз влево покрутили очки такие сделаны вот относительно прятки расценивали ее все стороны и пустую пустую кости растянули раздавили еще раз во все стороны и вот опять с салфеткой теперь мы вот эти косточки поворачиваем друг к другу то есть они сколько сочленений вот это сочленения до маршатывать теперь пятка относительно костей этих шагу и потом это сочленение до включать раз-два-три вот и относительно можем вот раз-два-три у нас получается место до три места воздействия сначала берем повыше здесь поворачиваем ногу леска внутрь чуть по не надо 2 место и третье место еще пониже теперь перехватываю плотно сверху с ним зажимаем стопу пальцами сдерживаем и резким таким движением как рычагом в внешнюю сторону тоже два три прохода теперь пятку относительно стопу и поворачиваем перестапу держим плотно да опять везде собидаем прямого угла пятку пятку расшатали этой стороны циркально расшатали туда-сюда и относительно друг друга но их сворачиваем в эту сторону и в ту сторону темно ставится пятка часто бывает когда у человека сколиоз у него одна нога бывает длиннее другой в итоге да потому что на фунтаза и он подворачивает эту пятку обычного внутрь подворачивается пяточка вот ну так же можно в принципе вытянуть на себя взяли за пятку и за стопу лодыжка отдельно пришли при напряжении до напряжения и сделано на себя да но это прям лучше делать когда человек лежит на спине сюда так продолжаем теперь массаж это были элементы на терапии из следующего нашего тренинга поэтому не теряйтесь подписывайтесь там будут еще и другие материалы выложены и ставьте обязательно колокольчик начал чтобы не пропускать новое видео теперь натягиваем ахиллосухожилия таким образом что пальцы опускаем вниз сосисто полка сила 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 дополнительно растяем согреваем средства движения больше вниз идут чтобы не утекала натягиваем кожу на себя отрываем мясо пятки под косточки до до разворачиваемся стопа расслабленная всю стопу перед косточками протянули растяжками пальцев если человек боится щекотки да вам самое главное не делать легкие движения таких садики да и быстрых если делать это плотно да и медленно то в принципе щекотка проходит уже не так реагирует теперь вот где заканчивается косточка пятки да там есть такой вот уголок на котором собираются кольца это там всякие соли да и вот они как раз передавливают не шпора шпора называется да чтобы она не образовывалась профилактика да мы это место прожимаем достаточно сильные прорабатываем теперь на стопах очень много пунктурных точек все их тоже мы не будем приходить китайские названия не будем изучать у нас китайский язык без китайщины всякой этому посвящен конечно отдельный тренинг подписывайтесь и там увидите когда будут нас по точкам условно прожимаем тут находится толстый кишечник внутри тонкие кишки сверху там сердце легкие почки пошли органы головы там глаз нос ноздря губа и так далее вот поэтому мы вот условно эту зону делим на такие клеточки ну примерно по три или по четыре в ряд иметь наш отцу прожимаем массаж могут вообще очень ценный массаж настолько делают обычно его специальными палочками люди берегут свои пальцы до нажатия будет сильнее конечно в данном случае на достаточно такого легкого действия под кости подвели где пальцы нагибаются пальцы у нас начинаются не отсюда вот отсюда заканчивается начинаете заканчивается как в анекдоте помнишь когда к портологу пришел мужик но встал к его позу подходит открывает а вот у нас вход находится тут перепугалась такой доктор доктор аккуратнее не вход а выход попрошу заметить вот размяли их и относительно друг друга пальчики тоже размере теперь вот эта сторона у нас находится акупунктурная точка самого позвоночника крестец пошел позвоночник прям по линии делают косточку утончила тебя спина пошла шея и вот эта часть это уже считается череп голова продаме и и не будем считать до 33 так как вы знаете что у нас 33 позвонка да а условно так теперь развернули ногу немножко вот так чтобы расслабить да и с этой стороны прям по костяшкам по костяшкам своими костяшками пальцев расслаблено теперь проверяем ее расслабление если болтается может помочь вот у здорового человека нога должна касаться ягодицы не хватает но это отдельный случай будем прослечиваю видео и послужим должна касаться не касается тут наверно просто нет растяжки передних может бедра а мануальной техники какие мы упираемся рукой как стрелой жесткая рука слабая не так загнуты так не так не бог так а именно ровно и упираемся вдоль бедра как стрела вот сюда да но по церкви вот натягиваем на нее на руку колено натягиваем натягиваем и потом резким движением одновременно делом двух буквально рука сползает на бедро вторая подтягивает пятку задержится здесь за нашим встречи а сама сплазает на укладу статую верхней части и демонстративно но и резко в сторону делаем надеваем на стопу происходит щелчок организации вот здесь вот здесь закрываем могу получили да вот насколько возможно до придержимой второй рукой и теперь вот эти мышцы которые тоже редко включать внимание берцовая передняя мышца которая поднимает стопу до кандаловидной мышцы ягодичной мышцы мы их отжимаем от костей достаточно сильно проходим все костяшную пальцем кулаком раздавливаем и растягиваем фасции вытяжку фасции называется выжимка непонятно и в актемах раздавливаем блокно один ногу исходное положение первая ногу держи держи расслабленку на режим и даже целый так вот теперь костяшкой